Данное приложение работает как на смартфоне, так и на ПК, что очень удобно. Давайте изучим функционал, значит, из самого важного. То есть нам просто нужно будет дождаться определенное время для того, чтобы система разбила яйцо, скажем так. Это все делается на автомате. Раз в два часа заходим и получаем XCFI. Значит, фарм начинается от 50 данных, будем так называть, внутренних криптоактивов, вот в час. Значит, просто заходите, нажимаете Start Farming и у вас начинается процесс фарминга. Через два часа заходите и собираете полученные XCFI. Дальше есть сквады, вот можно добавить, я не добавлялся, вверху у вас будет ваш баланс. Так же самое здесь будет Лиги. Давайте посмотрим. Сейчас я нахожусь на Лиге Даймонд или Диамант. Значит, что у нас тут есть? Начинается все с бронзы, потом Сильвер, потом Голд, Платинум и самое максимальное это Диамант. Так, дальше у нас есть сам индикатор. Видим, сколько здесь нафармится в данном случае. И есть отчет времени. Так же самое внизу есть три кнопочки. Значит, Invite это партнерская программа. Видим, что 10% бонус от всех поинтов, заклейменных вашим партнером. Да, то есть, простыми словами, 10% от дохода. Здесь вы можете нажать Invite Friends и получить ссылочку или поделиться ссылочкой на данное приложение со своими друзьями, знакомыми или просто в интернете. Дальше есть статистика. Здесь будет отображаться ваша статистика, количество рефералов и сколько заработано уже от работы рефералов. Давайте вернемся назад. Есть раздел Earn. Здесь мы можем с вами выполнять дополнительные миссии и зарабатывать XCFI. Давайте посмотрим. Сейчас доступно три миссии. Давайте будем изучать. Киберфинанс. Первое, вот это вот у нас 0 из 9. Значит, здесь мы должны с вами, можем с вами выполнить 9 шагов для того, чтобы получить дополнительное количество, я так понимаю, вот этих вот, внутриигровых токенов. Так, ну здесь нужно подписаться за Twitter. Нам это будет, за это мы получим 2500 XCFI. Потом за Telegram 2100. Давайте попробуем выполнить несколько, посмотрим, работает или нет. Значит, ну, в принципе, я здесь подписан. Так, давайте сделаем вот так, да. Значит, видим, что Twitter DataHs. Так, вот он внизу, видите, отметка, что выполнено хорошо. Telegram. Так, днемся назад. Видите, система думает. Кстати, тут такой может быть момент. Да, все. В принципе, выполнено тоже. Ну и в такой же, в такой же, значит, по такому же принципу мы можем с вами подписаться, допустим, на чат, получить дополнительные монетки. И дальше, посмотрите, что здесь есть еще интересного. Значит, Discord. Значит, за приглашение давайте разберем. Вот смотрите, если вы пригласите 5 партнеров, вы получите 1000 дополнительно. То есть, можно чек-теск нажать, если вы пригласили 5 человек, я пригласил. Потом я еще могу получить за 20. Вот так как я пригласил всего более 50 человек, то есть нажимаю этот. Дальше. Ну, понятное дело, что 100 человек я не пригласил. Если нажму чек-теск, то видим, что, видите, есть ошибка. То есть система работает правильно. Вот, если за 100 человек еще дополнительно 10 тысяч, если пригласите 1000, то еще 100 тысяч дополнительно. Что есть еще из важного? Есть вот такое задание, добавить CFI to you Telegram Name. Ну, я этого делать не буду, поэтому, если вам это интересно, вы можете просто отредактировать свое имя в Телеграме, добавив туда знак доллара и CFI. Тогда вам за это еще, да, дадут дополнительно 2000 вот этих вот внутриигровых монеток. В принципе, здесь как бы понятно с этим разделом. Давайте посмотрим, что у нас есть второй StormTrade. Значит, ну, здесь тоже вот можно, я так понимаю, это партнерский проект. Значит, если мы дополнительно на него подпишемся, да, получим дополнительные внутриигровые токены. И еще давайте посмотрим Пакбот. Значит, это просто как кресло дополнительное тоже какой-то проект. Давайте попробуем перейти в Twitter. Посмотрим, что у них здесь. Да, можно вот подписаться, допустим, это тоже один из проектов. Сейчас видим, что Twitter выполнен. Ну, и так же самое можно дополнительно подписаться при желании в Телеграм, чтобы получить еще дополнительные внутриигровые токены. В принципе, с дополнительными возможностями заработка мы с вами разобрались. И осталась возможность изучить раздел Boost. Итак, что мы с вами здесь можем видеть? Наш общий баланс, потом время. Два часа, значит, по 50 в час. То есть мы как бы зарабатываем 100x CFI раз в два часа. И дальше у нас есть два буста. Давайте посмотрим. Сейчас первый левел я еще ничего не прокачивал. Стоит это 50. Так, что у нас получается перейти на второй левел? Ну, давайте, yes. То есть в данном случае мы прокачиваем с вами время. Значит, то есть мы можем теперь с вами клейм делать не каждые два часа, а теперь уже раз в три часа. Если за 100, то мы можем прокачать, скорее всего, до 4 часов. Так оно и есть. Дальше. То есть раз в 4, потом, скорее всего, до 5. И 400, это, скорее всего, будет до 6. Раз в 6 часов. Вот. Ну, давайте еще прокачаем. 7 часов. И 1200 это будет стоить, это будет, по-моему, 8 часов. Ну, смотрите, здесь, по желанию, можно, конечно, попробовать прокачать максимально. Сколько это только будет стоить. Значит, 9 часов, 10, 10 часов. И, чтобы прокачать на 11 часов, это надо уже 3200. Давайте хотя бы до 12 часов прокачаем. Здесь, конечно, по желанию, вы можете не тратить вот эти вот монетки. Если у вас есть достаточно времени, чтобы заходить и периодически собирать данные монетки. Кто хочет, как бы, как бы, с большим интервалом, то можете прокачать. Ну, я вот прокачал до 12 часов. Вы видите, да, сколько мне это стоило. И теперь давайте посмотрим, это ускорение удара получается по яйцу. Давайте попробуем посмотреть. А, ну да, то есть, это даже не ускорение удара. Это количество, сколько монет в час будет. То есть, вот я прокачал 60 в час теперь. Ну, можно попробовать прокачать, я не знаю. Пусть и до 100 монеток. Даже 119 так не работает. Неизвестно, конечно, до какого уровня максимально можно прокачать. Вот, ну, смотрите сами здесь, как уже вам будет удобно. Удобно, конечно, в идеале, конечно, стараться нужно прокачивать, скорее всего, до максимального уровня, чтобы больше заработать. Но, насколько это экономически выгодно, нужно все это просчитывать. Потому что, вот, 250, допустим, в час, это за сутки получится, там, 5, где-то около 7 тысяч, по-моему. То есть, не так уж много. Ну, в принципе, 7 тысяч, да, это достаточно, в принципе, нормально. За сутки, за 10 дней можно 70 тысяч. То есть, в принципе, можно и прокачаться при желании. Вот, потому что, потому что, чем больше вы будете зарабатывать, тем, ну, как бы, в итоге больше мы с вами получим дропа. Вот, поэтому, по возможности нужно прокачивать. Неизвестно пока, конечно, сколько максимально уровней здесь, но, как бы, можно, конечно, попробовать прокачать и побольше при большом желании. Так, ну, я пока больше прокачивать не буду, пускай будет вот так. Так, максимально здесь 12 уровень, здесь вот 11 уровень. В принципе, вот и весь функционал, вся информация по данному проекту. Надеюсь, эта информация вам была интересной и полезной. Если это так, обязательно поддержите это видео лайком. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. До новых встреч!